Проиграть проигрывающим хоккейный клуб «Адмирал» не смог добиться победы в первом домашнем матче и уступил самой слабой команде Запада. Разгромное поражение морякам устроили игроки рижского «Динамо» и сход встречи 1-3. По оценкам болельщиков, игра выдалась эмоциональной и напряженной. Во-первых, еще до игры из рядов «Адмиральцев» выпал бомбардир и снайпер моряков Владимир Ткачев. Команде не помогло ни возвращение в строй основного голкипера Игоря Бобкова, ни участие юного центрофорварда Дениса Алексеева, который совсем недавно выиграл бронзу молодежного чемпионата мира в составе сборной России. Весь период «Адмиральцы» шли с преимуществом, однако пропустили в меньшинстве. Бобкова переиграл Тулузаков 0-1. В начале второго периода во время контратаки рижане «Липсбергс» с «Систита» разыграли 2-1. В итоге на табло 0-2. Гол в ворота «Адмирала» тут же вызвал реакцию проигрывающих. Через 4 минуты Горшков переиграл «Кальнинша» с ползоны под «Блин», принеся первые очки в копилку моряков 1-2. Правда, эта шайба оказалась в последней в воротах противника. «Адмиралу» так и не удалось переиграть «Динамо». В начале третьего периода Тулузаков с помощью «Систита» принес команде третье очко. Игра закончилась со счетом 1-3. Делая выводы о поражении, главный тренер команды предположил, что противник был посвежее. «Когда нам забили третий гол, когда соперник стал забором на своей синей линии, встречал нас на красной линии. У нас практически не было шансов. Что бросилось в глаза, рижане были свежее нас. Особенно это ощущалось в третьем периоде. Мы практически ничего не смогли создать. Это я считал главным. Соперник сегодня оказался свежее», рассказал Рия Прима-Медиа наставник «Адмирала» Александр Андреевский. В январе «Адмирал» проведет во Владивостоке пять игр с учетом матча против рижского «Динамо». 14 января с хоккейным клубом «Йокерит» из Хельсинки, 16 января с хоккейным клубом «Динамо Минск», 24 января с «Медвестчиком» из Хорватии, а 28 января встретится со словацким «Слованом». В грядущие выходные в столице Приморья стартуют игры второго группового этапа ежегодного турнира по хоккею среди любителей на Кубок главы Владивостока. Соревнования на муниципальных коробках пройдут и 14 и 15 января. На этот раз за выход в полуфинал поборются команды «Беркут», «Змеинка», «Витязь» и «Молот-2». В седьмом по счету дворовом чемпионате принимают участие 16 любительских команд, в состав которых входят как дети, так и взрослые. Как заявляют организаторы, ледовые битвы не оставят равнодушными любителей ярких и напряженных событий. Он очень популярен у нас в городе, то есть количество команд сначала очень увеличивалось. Когда был юбилейный пятый год, у нас было 24 команды. Ну, конечно, сейчас их стало немножко меньше, но они уже более сыгранные, более такие опытные. Хотя есть, конечно, у нас и новички. Напомним, состязания хоккеистов будут проходить по выходным вплоть до 1 марта на муниципальных спортивных объектах города. По результатам проведения соревнований победители и призеров наградят кубками, медалями и грамотами от администрации Владивостока. Олег Завьялов, Инна Щедрова, Новости спорта на восьмом.